Северный город Рассказали, какие опасности поджидают горожан в новогодние праздники. Российский ЗАГС в этом году отметит столетие, а Устелимский отдел скоро отпразднует полувековой юбилей. Устелимским старшеклассникам помогают определиться с будущей профессией. 78 школьников, студентов и просто горожан выясняли, кто самый умный в ежегодной интеллектуальной игре на Кубок Мара Устелимска. Областные соревнования по художественной гимнастике «Зимние кружева» прошли в минувшие выходные. В преддверии завершения года текущего устелимские полицейские рассказали, сколько преступлений совершено за эти месяцы на улицах города. Поделились секретами, как не привлечь внимание воров и грабителей, возвращаясь из гостей или корпоратива, и какую опасность смогут таить в себе бородатые оборотни в красных шубах, использующие образ сказочного символа праздника Деда Мороза. За прошедшие 11 месяцев текущего года на улицах города и района зарегистрировано 279 преступлений, четверть из них – кражи и грабежи. В основном жертвы лишались драгоценных украшений, престижных телефонов и плотных кошельков. Как отмечают правоохранители, в большинстве случаев нападению удалось бы избежать. Выбери потерпевшие более людную и освещенную дорогу. После принятия участия в застольных мероприятиях и корпоративах, они у нас сейчас в преддверии Нового года будут, к счастью, да, лучше попросить встретить близкого родственника или хорошего знакомого. А если нет такой возможности, то такси желательно вызывать непосредственно со своего сотового телефона. При этом максимально стоит проявлять бдительность и не оставлять свои личные вещи как в заведениях, так и в машинах. Отдельной строкой в полицейской статистике идут преступления в общественных местах. С начала года ловкие и не очень карманники совершили 173 кражи. Больше того, особо обнаглевших грабителей не останавливает даже скопление народа на концертах или в торговых центрах. В 16 случаях они отняли деньги или ценности при помощи силы или оружия. Сотрудники МОО МВД России Уст-Илимской рекомендуют гражданам быть бдительными в торговых объектах и магазинах, не оставлять свои личные вещи, сумки, кошельки, банковские карты, сотовые телефоны без присмотра. При посещении веселительных заведений избегать различного рода конфликтов, также не оставлять без внимания личные имущества. Также полицейские предупреждают, что в преддверии Нового года могут активизироваться разномастные мошенники от лжецелителей и гадалок до стучащихся в двери продавцов. Последнее особо опасно для пожилых людей, которые хотят порадовать близких подарками, но не всегда могут ходить по магазинам. Пенсионеров убеждают в эксклюзивности и особом качестве какого-нибудь завалящего товара. В результате доверчивые горожане выкладывают десятки тысяч рублей. На особом контроле полицейские держат антидедов Морозов и Снегурочек. Под бородами и шубами новогодних персонажей также нередко скрываются мошенники и воры. Пользуясь праздничным настроением и благодушием, они проникают в квартиры и в осени для того, чтобы оставить под елкой подарки. Максим Сизых, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Погасить задолженность перед областным фондом капитального ремонта – такую цель поставили на ближайшее время в администрацию Стилимска. На сегодня она составляет без малого 15,5 миллионов рублей. Долг образовался из-за несвоевременной оплаты взносов три года назад. В прошлом году фонду перечислено полтора миллиона, в этом больше четырех. В текущем месяце планируется погасить еще три миллиона. Наниматели жилых помещений призывают своевременно и в полном объеме вносить плату. Ее сумма определяется исходя из коэффициента, установленного администрацией города, умноженного на общую площадь помещения. Размер коэффициента зависит от ряда факторов – этажности и типа дома, в котором расположены квартиры или комната, особенности инфраструктуры здания и других. В этом году вся страна празднует 100 лет со дня образования органов ЗАГС в России. История Устилимского отдела начинается с 1968 года. И в 2018 ему исполнится уже 50 лет. За полвека специалисты сделали счастливыми десятки тысяч пар, регистрируя браки и рождение детей. И это далеко не вся деятельность, которой занимаются сотрудники отдела. На праздничном мероприятии, посвященном значимой дате, подвели итоги работы ЗАГСа, отметили лучших работников и благодарили гостей за плодотворное сотрудничество. В их числе оказалась и наша съемочная группа. Зал картины галереи был полон гостей. На мероприятие пришли первые лица города – начальники управления культуры, образования, соцзащиты, пенсионного фонда, органов внутренних дел. Но главными были виновники торжества, в число которых вошли и ветераны. Одну из первых чествовали кузнецову Зинаиду Николаевну, которая бессменно отработала на посту заведующей районного бюро ЗАГС 22 года. Профессия работников органов ЗАГС – почетная, уважительная, жизненно нужная и праздничная в то же время. Поэтому я очень рада и никогда не пожалела, что мне так распорядилась судьба в моей жизни. На встречу приглашены лучшие представители коллектива районного отдела ЗАГС. Мы приветствуем и приглашаем на эту сцену ваших коллег. На импровизированную сцену для вручения благодарственных писем пригласили и других ветеранов. Становление бюро, а затем отдела ЗАГС происходило одновременно со строительством Устилинска, ЛПК и ГЭС. Сюда приезжали отряды комсомольцев со всей страны. В 1979 году отмечено максимальное количество зарегистрированных браков. 1391 пара скрепила свой союз, а в 1982 произошел всплеск рождаемости. 2526 мальчишек и девчонок родилось тогда в нашем молодом городе. В 1988 ЗАГС переехал в новое здание, находившееся на улице 50 лет в ЛКСМ-18. За период существования учреждение сменилось три руководителя. Отметили Анну Соболевскую, которая 28 лет возглавляла отдел. Добросовестный труд, высокий уровень профессиональной ответственности, личный вклад в становление и развитие органов ЗАГС в городе Устилинска и в связи с празднованием столетия со дня образования органов ЗАГС в России. Подчетной грамотой мэра города Устилинска награждается Соболевская Анна Федоровна. Каждый из руководителей внес свой вклад в развитие ЗАГСа. Сейчас отдел возглавляет Белозерова Марина Николаевна, в подчинении которой коллектив из семи человек. Все добросовестно относятся к делу, преданы своей работе. На протяжении многих лет Устилинский ЗАГС является лидером в регионе по многим направлениям своей деятельности. Сегодня наша встреча посвящена знаменательной эпохальной дате столетию органов ЗАГСа. Каждый из нас причастен к этому событию, потому что каждый человек хотя бы раз в жизни обращается в органы ЗАГСа. Но о нас, работников ЗАГС, можно назвать летописцами судеб. Мы формируем историю жизни каждого человека из которой складывается и история страны СТИЛА. И, наверное, можно смело сказать, что дружный и сплоченный коллектив в отделах ЗАГС по Устилинскому району и городу Устилинску отлично справляется с этой почетной миссией. Следующим на сцену вышел действующий коллектив Устилинского отдела. Для награждения сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами пригласили Дениса Лопина, начальник управления государственной регистрации службы ЗАГС Иркутской области. Голос у нас очень знаменательный. Это большой вековой юбилей нашей организации. Он стоит в череде многих юбилеев, которые ждены одним событием. И вы наверняка его знали. Это Великой Октябрьской социалистической революции. По-разному можно относиться к этому периоду нашей истории, но, наверное, очевидны те вещи, что этот период дал нашему обществу, в нашей стране всеобщее образование, бесплатную медицину. Но, наверное, самое главное – это то, что человек труда стал, наверное, во главе всех ценностей в Советском Союзе, но потом и в современной России. Именно поэтому мы за себя поставили такую цель, чтобы на каждом таком мероприятии, которое посвящено этому событию, присутствовали наши уважаемые ветераны. И сегодня первые места занимают именно они. Я думаю, что это тот повод, и не часто, к сожалению, у нас появляются они, но это именно тот повод показать, что такое хорошо и что такое плохо. И вот эти люди простые, добрые, красивые, которые лучше ведут свои жизни и отдали служению нашему нелегкому трудному. Это так кажется, что ЗАГС – это браки, дети и так далее. Это ежедневная гработовая работа, связанная с тем, что государство охраняет наши законные права и интересы. Много теплых слов звучало в адрес виновников торжества. Некоторые поздравления тронули до глубины души. Мне оказалось высокую честь поздравить нашего любимого странного начальника отдела с нашим профессиональным праздником. Марина Николаевна. Примите самые искренние поздравления от профессионального праздника, от всего нашего коллектива. И позвольте выразить свое восхищение и уважение за ваш самосвешенный труд, за доброту, за любовь к профессии и людям, за вашу теплоту душевную и способность сопряживать. Мы вас очень и очень любим. И мы гордимся, что мы работаем под вашим руководством. Подведя итоги полувековой работы, можно с уверенностью сказать, что Истеримский отдел ЗАГСа действительно качественно выполняет свои функции. Ведет большую работу по укреплению института семьи, стремится сохранять положительную динамику демографической ситуации, как в городе, так и в районе. За сто лет пройден большой путь от нелегкого рукописного труда к внедрению электронных технологий и созданию единого реестра записей авторов гражданского состояния. Через ЗАГС проходит важная статистическая информация для разработки и принятия социальных программ, оздоровления семьи, мониторингов и прогнозов развития каждого муниципалитета и региона. Трудно переоценить вклад органов ЗАГС в укрепление авторитета семьи. Вы охраняете и оберегаете народные традиции. Сотрудники отдела регистрируют рождение каждой новой жизни, дают имена новорожденным, находятся рядом со счастливыми молодоженами, родителями, юбилярами и одновременно с этим проявляются чувства к семьям, потеряющих близких и равных людей и скорбят вместе с ними. К вам приходят люди с разным настроением, и с каждым нужно разделить и радость, и боль. Здесь трудятся люди неравнодушные, коммуникабельные, умеющие сопереживать и умеющие найти самые нужные и важные слова. В этот день примите поздравления и искреннюю благодарность за ваш труд. Желаем вам, чтобы всегда искренне из глаза возрастало желание творить и любить, достатка вам процветания, развития и всевозможных влаг. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Официальная дата празднования – столетие образования органов ЗАГС России – 18 декабря 2017 года. В Усть-Илимском отделе в честь этого события проводится акция «Зарегистрируй акт гражданского состояния в день столетия». Жители города и района поучаствовать в акции пригласила Ольга Лискович, главный специалист, эксперт службы ЗАГС. Уважаемые жители города и района, если вы планируете в ближайшие дни посетить наш отдел, чтобы зарегистрировать рождение ребенка, подать заявление о заключении брака или получить повторный документ, то предлагаем вам это сделать именно 18 декабря. И тогда на вашем документе акта гражданского состояния будет стоять памятная дата – дата столетия образования органов ЗАГС России. Уже шестой год для профессионального самоопределения школьника в Усть-Илимске действует профкабинет. Среди учащихся и будущих выпускников проводят семинары, диагностики, тренинги, конкурс викторины и мастер-классы по различным направлениям. Одно из подобных мероприятий прошло в минувшую пятницу в общеобразовательной школе номер один, где побывал и наш корреспондент. Профориентационный кабинет продолжает помогать школьникам выбрать направление своего будущего развития, уточнить интересы и склонности, обозначить направление профессионально-образовательного маршрута. В течение двух недель для школы номер один и школы номер пять проходили различные мероприятия. Это были и экскурсии в городскую поликлинику номер один, работали специалисты центра занятости, специалисты кабинета профориентации проводили, диагностику различных мероприятий, тренинги по выбору профессии. И сегодня в заключении мы проводили встречу для школьников с профессиональными учебными заведениями нашего города. Небольшие мастер-классы проводились на базе Левобережной школы номер один, где учащимся наглядно демонстрировали профильные специальности. Попробовать себя ребята могли в роли медика, пожарного повара и даже криминалиста. На данном столе сейчас находится следственный криминалистический чемодан. С данным чемоданом выезжает на место преступления следственная оперативная группа, ну и криминалист. В данном случае мы сейчас продемонстрировали чуть-чуть так-то карту, то есть отпечатки пальцев, и снятие отпечатка пальцев с предмета, с такого, ну оставленного человека, с двух предметов. То есть мы сначала на предмете нашли эти отпечатки пальцев, и для того, чтобы их сравнить, мы сделали еще одно, то, что, слушай, вагонки для сомнения. Вот она, пожалуйста, значит, еще такая же. После чего эксперты проведут идентификацию отпечатки пальцев и сравнят, кому они оставлены, и кем оставлены. То есть вот это для этого следственный криминалистический чемодан у нас. Представители лесной отрасли рассказали, что является основным видом их деятельности. Это не только производство целлюлоза, древесной массы, бумаги, картона. Это еще и лесовосстановление, тушение пожаров и многое другое. Байкальский госуниверситет познакомил будущих выпускников с профессиями, которыми обучают в их вузе. Сегодня в гостях в нашем городе Иркутский национальный исследовательский технический университет, который приехал поучаствовать в неделе профориентации для школьников. И плюс еще в субботу и воскресенье будут проводить межвузовскую олимпиаду, называется инженерная олимпиада «Звезда» и «Будущее Сибири». И также в гостях у нас Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, который тоже приехал рассказать о правилах поступления, о вакансиях, ну и о направлении подготовки в данном учебном заведении. В мире насчитывается более 10 тысяч профессий, включая специальности, специализации и квалификации свыше 50 тысяч. Целое море возможностей и вариантов. Учащиеся, как правило, имеют представление только о малой их части. Поэтому прежде чем определиться с выбором, надо постараться познакомиться со многими из них. Проекты первый раз у нас такой. Конкретно две школы, первая школа и школа номер пять. И все учащиеся 9, 10, 11 класс посетили данное мероприятие. Охват очень хороший, проект эффективный оказался, потому что, как говорится, точно работали для этой аудитории. И плюс еще, ребятам не нужно было ехать на правый берег, это тоже большой плюс, а к ним пришли. Специалисты профориентационного кабинета не оставят без внимания учеников и правобережных школ. Выбор профессии – сложнейший и ответственный шаг в жизни каждого человека. И от того, насколько он будет правильным и продуктивным, зависит вся наша дальнейшая жизнь. Алена Феоктистова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Корпуса Устилимского техникума, лесопромышленных технологий и сферы услуг будут даром переданы области. Не так давно региональное министерство имущественных отношений обратилось в администрацию Устилимска с просьбой передать в государственную собственность два нежилых помещения, расположенных по адресу улицы Братская, а также прилегающие к ним земельные участки. Мэрия подготовила соответствующие документы и передала их на рассмотрение постоянной комиссии городской думы по вопросам промышленности и строительства. Члены комиссии учли, что помещения по-прежнему будут использованы для обучения устилимских студентов. При этом большую часть затрат по ремонту и содержанию возьмет на себя областной бюджет. На днях проект одобренный передан для дальнейшего рассмотрения депутатами городской думы. Всю прошлую неделю 78 школьников, студентов и просто горожан выясняли, кто самый умный в ежегодной интеллектуальной игре на Кубок мэра Устилимска. Всего образовательные учреждения и трудовые коллективы выставили 13 команд, по 6 человек в каждый. Отмечается, что из года в год местный аналог известной телевизионной игры «Что, где, когда» набирает популярность. По традиции соревнования проводятся в Центральной городской библиотеке имени Клестова-Ангарского. Самовар у хозяев маленький, и прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз в пять. Интеллектуальные игры проводятся в городе третий год подряд. Это стало возможным благодаря Центральной библиотечной системе, которая выиграла грант в одном из крупнейших частных благотворительных фондов страны Елены и Геннадия Тимченко. Причем в первый год в играх участвовали только школьники и местные студенты. Затем, по многочисленным просьбам трудящихся, к интеллектуальному марафону присоединились и обычные горожане. Трудовая молодежь, и не только молодежь, а люди среднего и старшего возраста начинают играть, потому что это та возможность, где человек, по крайней мере, кроме своих трудовых дел, учиться это тоже трудиться, еще может интеллектуально играть. Библиотекари продвигают подобные мероприятия не без доброй корости. Чтобы восполнить пробелы в знаниях, участники поневоле оккупируют читальные залы. Ведь на многие вопросы, особенно касающиеся непосредственно нашего города и района, не может ответить никакой интернет. А здесь под рукой многочисленные подшивки газет за несколько десятилетий и редкие книги. Неудивительно, что первое место в личном зачете среди трудовых коллективов заняла именно сотрудница библиотеки. Участвовать жутко интересно, мне нравится в составе нашей команды играть. И вот очень приятно, что в личном зачете я наконец-то получила первое место. Ну, конечно, безусловно, помогают знания, помогают книги, помогает моя работа. Со среды по пятницу за кубок мэра сражались интеллектуалы из пяти городских школ. В результате победила команда школы номер 15. Второе место заняли умники из гимназии и третье – учащиеся второй школы. Немногочисленное городское студенчество смогло выставить лишь три команды. Лучше не стали ребята из местного филиала Иркутского энергетического колледжа. Максим Сизых, Александр Килин, информационная программа «Северный город». В детско-юношеской спортивной школе «Лисохимик» всего несколько лет работает секция по художественной гимнастике. А побед завоёвано уже немало. Юные спортсменки ежегодно выезжают на соревнования в область, другие регионы и даже за границу. В этот раз одно из первенств прошло в Устилимске. Подробнее расскажет Алена Феоктистова. 9 декабря в Доме спорта «Юность» прошло открытое первенство города Устилимска по художественной гимнастике с волшебным названием «Зимний кружево». Спортсменки из города Иркутска, Братска, Шелихова и Нашего блестяще выступали на ковре в разных номинациях. Вообще у нас около 130 участников в этом году. Первый раз мы принимаем столько участников. Особенно для детей, которые выходили первый раз на ковер, мы пытались создать ощущение именно праздника. Особенно маленькие дети в первую половину дня у нас выходили. 12-13 год рождения, совсем маленькие дети. Можно сказать, что спортсменки справились? Да, я довольна результатами. Очень девочек много меня порадовало своими выходами. Удивили даже некоторые. Громкими аплодисментами болельщики и профессиональные жюри встречали и провожали гимнасток. Одна за другой юные спортсменки вставали на мостик, садились на шпагат, умело вращали обруч и показывали другие акробатические па. Соревнования длились весь день. 130 участниц боролись за звание лучшей в своей возрастной категории. Начальник управления физкультуры Ирина Авдеева не пропустила это событие. Конечно же, участницам пожелать, чтобы предметы на ковре послушались, с ними удавались. Если что-то вдруг не получилось, не расстраиваться, а только сделать выводы и понять, что вы сделали не так, в следующий раз сделать только лучше. Тем, кто уже выступил, ну что, раз повторюсь, не расстраивайтесь. Тем, кто, по-моему, стоит еще в выступлении, не волнуйтесь, у вас все получится. Всем спасибо, всем уважаемых встреч. По итогам открытого первенства всех наградили диаделлами, медалями, грамотами и памятными подарками. Девчонки были счастливы как никогда, ведь для некоторых это была их первая в жизни победа. Развитие художественной гимнастики только набирает обороты в Устилимске. Наши спортсменки являются одними из сильнейших в Приангарии. Это доказали итоги турнира. Хотелось бы поблагодарить администрацию ДСШ Лесохимик, хотелось бы поблагодарить нашу администрацию. Гордума очень нам помогла с организацией встречи участников, очень помогли родители нашего отделения. Всем хочется сказать большое, огромное просто спасибо. Алина Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». На сегодня у нас все. Если вы стали участником интересных событий или хотите поделиться актуальной темой, звоните нам в редакцию по телефону 6-23-55. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!